Настоятельно рекомендую посетить канал одного начинающего летсплей-щекотеря-ютубера, которому нужна ваша поддержка. Все мы с чего-то начинали, поэтому напишите там комментарий, поставьте лайк, подпишитесь. Ему приятно, а вам легко. Opposing Force 2 это амбициозный мод для Half-Life 2, который является сиквелинг первой части разработанной компанией Gearbox. Данный проект разрабатывался с 2008 или 2009 года, а неофициальный статус мертвого был получен в 2012 году. Немного о сюжете. Игра происходит во время Семичусовой войны. Борясь с кровопролитием синтетов и пугающих пришельцев, Эдриан Шепард должен бороться со своими товарищами из команды Феникс с главной целью остановить строительство цитадели комбайнов. Сейчас вам будет демонстрирована одна из версий трейлера, выпущенного в 2011 году, с помощью которого вы сможете оценить идею и задумку данного мода. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Суперскую главную тему, которая играет сейчас на фоне этого главного меню. Прям офигенно. Ну что ж, давайте начнем. Первая демка, сити демо. Итак, мы в городе. Видимо, мы только что откуда-то телепортировались. И перед нами красивый вид. Штурмовик летит. Это, как я понимаю, сцена из трейлера, да, где его сбивают. Правда, выглядит это не так эпично, но да ладно. На урод. В руках мы держим с вами разводной ключ. Моделька довольно-таки прикольная. Что я могу сказать. А вот там мы можем видеть появление телепортации. Не знаю, зарождение цитадели комбайнов. Весьма увлекательное зрелище. Тут даже эти капсулы советников летают или как их там. Ну, модельки в основном из Half-Life 2. Текстуры тоже. Ну, ну, все равно. Выглядит это довольно-таки прикольно. И сам вот левел дизайн мне даже как-то очень даже и нравится. Пройдем дальше. Мы смогли сейчас лицензерить нашего первого врага. Синтета. И услышать виск этого хаундая. Вот хаундая, вспомнил. Ну, наверное, нам нужно забраться сейчас по этой вот лестнице, которая здесь. И для того, чтобы войти в дом. А вот мы внутри. Немножко измененный звук двери. Блики из Cinematic Mode. Хочется уточнить то, что данная сборка была сделана человеком, который очень любит отсебятину. Поэтому могу уверить вас, что вот этих вот бликов изначально не было. Они были добавлены уже совершенно недавно. Все двери закрыты. Что-то как-то темно. Вот. У нас вместо фонарика еще есть ночное видение. Что прикольно, что прям отсылает нас к Opposing Force 1. Прям канонично. А я уже слышу где-то тут зомби. А, вот он ты. Так, давайте пракну-ка мыши. На! Блин. Сильная штука, оказывается. А, какой яркий коридор. Коридор. Опа. Граната. Так, знаком бы ее испытать. Так, я там никого не вижу. Пройдем-ка сюда. А, дверь закрыта. Черт. Опачки. Так, стихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не беспокойся. Эй, дружи. А! В принципе, выглядит довольно неплохо. Не уровень Блэкмеза, конечно, но... Что тут сказать? Все равно прикольно. Так, двери по-прежнему закрыты. Мы тут проходим непонятно куда. Все замуровано. И одни сплошные зомби. Напомню, что действия происходят во время 7-ми часов войны, когда... Это был самый эпицентр. Где за 7 часов была свержена почти вся человеческая армия. И убито многомиллионное количество людей. И поэтому интересно было узнать, как это хотели реализовать разработчики в своем проекте. Опачки. Нам дали пистолет. И, наконец-таки, мы выбрались снаружи. Давайте сломаем это вот стекло, которое здесь. И посмотрим на здешние красоты. Я уже слышу на фоне стрельбу. Атмосферника, знаете ли. Правда, никакой тут борьбы не вижу. Видимо, это где-то там. Ближе к цитадели происходит. Как я понимаю, это у нас сейчас в руках голок. И тут мы встречаем нашу первую головоломку. Которое заключается в том, чтобы сломать эти вот бочки. Изумительно. Опа. Тихо. Стоять. Так. Вот он, синтет в оплоти. И нам дали новое оружие, которое называется MP5 EOD. Чтобы это EOD не значило. Я не шарю. Не очень похоже на MP5. На самом-то деле. Там сирена на фоне. Тут дым из трубы. Прям, да. Чувствуется такая, знаете, немножко апокалиптическая атмосферка, сказал бы. Так. Тихо. Я слышу кое-кого. И, наверное, это тот момент, когда мы испытаем нашу гранату. Так-с. Опа. Твою мать. Так. Ладно. Свинцами на всех хватит. Или нет. Ладно. И пистолет у меня тоже еще до сих пор есть. Поэтому я не буду там стоять как трус. Я пойду рашить. Потому что мы играем на легком уровне сложности. И пока что ничего сложного я здесь не вижу. Потому что это очень легко. Так. Аджеронима. Это было легко. Это здание меня пугает, которое приближается вместе с нами. Да уж. Это стрёмно. Триста шестьдесят. Оп. Тебя убили. Это очень стрёмно на самом деле. Я хз. Что это вообще? Как? Почему? Но. Эдбак. А. Привет. Еее. Голливудские взрывы бочек. Как оригинально. Ну вот в принципе и все. Это конец первой демки. Данная демо называется. Лесной контакт. Здесь мы можем лицезреть. Немножко. Проблемы с освещением у деревьев. Но они такие уж они и критичные. Данная локация была единственной, которую представили разработчики еще, когда проект был жив. И тут мы видим буллсквит. Да твою ж мать, он бежит очень быстро. Что я могу сказать. Визуально интерьер. Да, интерьер. Именно что интерьер выглядит очень хорошо. Окружение. А тут у нас буллсквит. Который недовольно быстрый. И мы бежать не можем. А, черт. Ну ладно. Попробуем наш дробовик, который нам дали. У него видите этот еще... Как это называется фигня, которая крепится сверху дробовика с паса 12. Кто знает, напишите в комментариях. Так. Тут он такой же живучий, как и в первой халве. И звуки у него другие, в отличие от халмдая. Прикольно, прикольно. Правда, я у него тут глаз не вижу. А, ну да ладно. Нам еще тут М4 дали. А, М16, извините. Эх, стандартные зомби. И... Не издевайся надо мной. Четыре выстрела из-за Вольвера. Ты серьезно? Как же это захватывает дух на самом деле. На самом деле. Домик прямо у обрыва деревянный. Так, у нас тут очередная загадка. На этот раз, как я понял, да. Это самая, что ни на есть, классическая загадка в стиле Half-Life 2. Притащи батарею. Две. И тогда мы откроем тебе проход. Вот одна тут есть. А вторую где найти? Ну не знаю даже. Может где-то тут в тачке есть? Нет, нету. Ладно, я не смог найти второй аккумулятор. Поэтому мне пришлось воспользоваться нелегальным способом пройти это место. Да. И поэтому можете писать в комментариях, какой я неудачник, слепой и тому подобное. Тем временем мы дошли до какого-то очередного заброшенного здания. Прямо, знаете, веет даже с каким-нибудь сталкером, я бы сказал. Давайте посмотрим, как аптечка выглядит. Где-то текстура вполне приемлемая. Тут даже написано, как ее использовать. Но правда. Кто этого с Шепарда знает? О да. Меня заподозрили. Меня нашли. За мной уже выехали. Оп, здорово. Идите сюда все. Никого не боюсь. Мне кажется, или я слышу вертушку какую-нибудь. Нет, мне не кажется. Но ничего, у меня есть ракетница. Иди сюда. Нихрена не вижу. Минус. Попадание. Еще одно. Ну, хватит по мне стрелять. Вот еще ракеты. Чего? Я не понял. Ну да ладно. В прыжке. Да какого хрена ты не хочешь попадать? Все. Изи. Оу. Щит. Это было эпично. Те, кто не понял, это были скрипты, конечно же. Ну да ладно. Мы открыли себе проход. Видим тут БТР и уходим дальше в лес. Что ж. Это было прикольно. Следующая демо по списку называется демо охотник. Не знаю, о каком именно охотнике идет речь. Но нам дали новую пушку. И это у нас пушка комбайнов. Как мы видим, мы ближе подобрались к этой цитадели. Так как она стреляет. А, у него рикошечащие выстрелы. М40. Вау. Вот это качественный прицел. И еще вортекс ган, который наверное самая имбовая пушка в данном проекте. Давайте как раз таки ее испытаем. Надо немножко зажать, удержать и швырнуть. Ну и в общем ее способ работы заключаться в том, что неизвестно как, но она создает типа черные дыры, наверное. И все объекты, лежащие вблизи, будут засасываться. И все. Так, я тут вижу одну дверь замечательную. И да, она открывается. А здесь у нас силовое поле. А тут проблемы. Никуда не уходить. Сейчас я воспользуюсь вашим же оружием. Так. Не двигаться. Какие же засветы. Ну в принципе довольно эффективно. Все, поле сняли. А теперь я хочу по-быстрому вдрать отсюда, ибо эти свечащиеся огни, они... Ааа, как бьют по глазам. Мы упали в трубу и тут ничего. А, нет. Оказывается тут что-то есть. Ну давайте что-ли испытаем нашу винтовочку. Попробуем тут заново зумить. Вот. Первый желающий, которому не хватает одного выстрела. Ему нужно минимум два. Ящики, аптечки. Все стандартно, все по-халфовски, все по канону. Давайте-ка... Вы не будете ко мне лезть. Я просто... Так, стоп. Какого черта? На какую кнопку тут альтернативный огонь? Эээ... Но он не на правую, так что я не знаю. Так. Классический способ избавиться от турели. А тут у нас, между прочим, один из наших сок-хлановцев, наверное. Да. Хватит. У меня уже 48 хп, хватит по мне стрелять. Опа. Еще проблемы. Я не знаю. 38 хп. Осторожно. Вот так. О, да. Конечно. Как же иначе? Теперь их две. Я не знаю. У автора этого... Я не знаю. У автора этой сборки... Мания к бликам какая-то. Я... Я не могу писать этот... Ужас, который тут творится с этими засветами, которые... Я уверен, еще и отключить нельзя. Стазис. Пограничный мир. Блаженство. Еще тенут не хватало. Я слышу очередного мудака. И это не Альянс. А Булсквит. Только как-нибудь себе пробраться, дорогой. Ай, ладно. Воспользуемся тяжелой артиллерией. Ну, в принципе, помогло. А проблему лишь не решило. Хотя вот, я тут сейчас сам нашел. Проход и нет. Он тоже жив. Ну и последняя на сегодня демка. Называется метро. И у меня тут проблема с FPS. Ну, не впервой. Тут кто-то взорвал стену. Прям Вульфенштейн 2009 года вспоминается. Почему-то. И в очередной раз С нами сражаются синтеты Да, интересная жизнь у Эндриана И самое главное, у нас нет союзников Ни в одной из этих демок Тут у нас всякие поезда, поля Выглядит это, конечно, все эффектно Блики, естественно, как же без них Нельзя же обойтись без бликов Мы можем даже, лол, серьезно Мы можем даже походить внутри этих Вагончиков Черт, а теперь раз как-то, не знаю Многовато, что ли Давайте по одному, что ли Может быть Оглушило-то как И нам дали ракетницу РПГ Неожиданно Черт Там, по-моему, БТР стоит О, нет, не по-моему, а так и есть Сущая истина А вас тут как-то чересчур много Да не бомби ты там Сейчас я приду Я сказал, не бомби Где ты, мой дружи? Я готов встретиться с тобой А, привет И контрольный И еще граната И 23 фпс Замечательно Его ничего не берет Ну да ладно Он не стреляет по нам И сойдет Шепард рулит, бейб